МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы завершаем процедуры по утверждению порядка предоставления субсидий. 30 апреля мы готовы представить на рассмотрение в окончательном варианте. То есть тот ряд мер, которые были направлены на завершение строительства этих домов, мы практически идем в графики и я полагаю, что в установленном порядке все документы будут представлены. Также единогласно был одобрен законопроект, расширяющий перечень мер поддержки компаниям, которые завершат строительство проблемных объектов. Они смогут получить право на земельный участок на льготных условиях не только под возведение жилья, но и под коммерческую недвижимость. На самом деле решение очень-очень важное, поскольку мы расширяем перечень компаний-инвесторов, средства которых может привлечь не только строитель, компания, которая является застройщиком в сфере жилищного строительства, но и девелоперсов, то есть в сфере не коммерческих недвижимости. В этой части мы на самом деле расширяем спектр компаний, с которыми мы можем работать. Еще один законопроект касался продления снижения налоговой ставки с 6% до 1% по эти компаниям, которые попадают под действие упрощенной системы налогообложения. Понятно, что возникает вопрос, каким образом мы будем покрывать вот эти выпадающие доходы. У нас уже есть опыт работы этого законопроекта, сейчас мы его просто продляем. И в связи с тем, что появляются у компании свободные деньги, они направляют их на выполнение дополнительных проектов, и в связи с этим они принимают на работу новых сотрудников. И таким образом перекрытие происходит за счет НДФЛ. Члены правительства также одобрили ряд законопроектов, касающихся внесения изменений в программу управления госсобственностью, формирования благоприятного институционного климата и должностных обязанностей мировых судей. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.